Организация токсикологической и медицинской помощи в РФ в основном на базе токсикологических отделений сейчас идет и первой организовали в 1963 году на 6 коек. То есть в принципе в основном это вся структура постсоветская, она в конце советского периода создавалась. 1970 год, приказ номер 70 министра здравоохранения, 13 межобластных центров лечения и отравлений в самых крупных городах организовали. Потом 1980 год, приказ об улучшении стационарной специализированной медицинской помощи при острых отравлениях. Вот там да, что значит центры будут в городах с населением 500 тысяч жителей и выше. Примерно вот эта норма 500 тысяч жителей и выше сохранялась в постсоветской России. Ну и где-то вот с 80 года до конца 20 века создали 44 центра лечения острых химических отравлений, 1235 токсикологических коек на начало 21 века. Ну, далее 90-е проводится информатизация, в то же время в 90-е проблемы с финансированием. Часть областей не имели этих центров, то есть только 44 центра было. И из области, в которой центра нет, нельзя было в ту, в которой он есть. Ну, в общем, где-то вот к периоду создания этого самого национального руководства, 2012 год, вот они пишут, что примерно половина населения страны не имела специализированной медицинской помощи при отравлениях. Поэтому они делали консультативные центры, которых тоже в этом клипе будет. Летальность в то же время была высокая при отравлениях. И, в общем, при помещении в специализированный токсикологический центр летальность в 2,5 раза падала. То есть жизнь это спасала при отравлении, если именно в специализированный центр поместить, где есть все оборудование для лечения отравлений. Нормативные документы действовали все время советские, которые, в частности, не учитывали современные диагностические технологии, информационные и так далее. Начиная с 2002 года начинают новые документы принимать и реформировать всю вот эту систему. Ну, что касается населения, которое все еще не охвачено специализированными центрами, то при остром отравлении его должны лечить в отделениях реанимации и интенсивной терапии или просто в терапевтических отделениях. Ну, и все равно ситуацию считает ненормальной автор руководства и считает, что должны в специализированных центрах, так как в больницах нет всех возможностей, которые нужны для того, чтобы все обследования провести, которые нужны именно при отравлении. Нет аппаратов современных, которые кровь обеззараживают и так далее. Что касается организации лечебного процесса, то в основе должен быть специализированный центр остахотравления, основной специалист должен быть врач-токсиколог, который это лечит, ну, и должны быть соответствующие другие тоже подразделения. И желательно, то есть, вот эту норму советскую 500 тысяч жителей не соблюдать. Значит, в городах, где больше 500 тысяч жителей, нужно делать полноценные центры, а где меньше, все равно создавать подразделения токсикологические, территориальные. Ну, допустим, меньшее по количеству коек, но в то же время, чтобы все необходимые функциональные элементы для отделения острых отравлений, чтобы там были. Ну, значит, поэтому, поскольку проблема остается, они разворачивают систему информационно-консультативных токсикологических центров, которые консультируют. То есть, допустим, им звонят из какой-нибудь сельской больницы, говорят, у нас острое отравление, такие-такие симптомы и так далее. Они оказывают консультативную помощь. Ну, в нулевые это в основном было по телефону, сейчас это все больше по интернету, там, по мобильной связи и так далее. Вот, с 2002 года они эти подразделения разворачивают. Ну, и вообще, мобильная медицина, кстати, такой основной тренд от десятых и двадцатых, и очень много разработок в этой области. Ну, вот тут они тоже так же проблему решают. То есть, да, они консультации дают, раз они не могут везде поставить аппаратуру нужную. Специализированный центр имеет химико-таксиологическую лабораторию, которая является основным звеном, которое диагностируют. Вот, собственно, HTL, химико-таксиологическая лаборатория, она осуществляет круглосуточную прижизненную идентификацию токсичных веществ. И она вообще не имеет аналогов, потому что, вот, допустим, при судебной медицинской экспертизе или в наркологической службе тоже есть кое-какие там химические лаборатории, но они другие цели исследуют, и круглые сутки там они не занимаются исследованием всевозможных ядов. Вот, HTL, она действительно, вот, ядов вообще говоря много, хотя типичная у нас ситуация это вещества, да, психоактивные, большинство отравлений, как я уже в предыдущем клипе говорил, это алкоголь либо наркотики у нас. Ну вот, ну, HTL, в принципе, должна любой яд распознать, которым человек отравился. Организуется это HTL именно в составе центра острых отравлений, в субъектах с малым количеством населения может быть организовано как самостоятельное подразделение областной больницы. То есть, если нет консультативного центра, можно областной больницы это сделать. Ну, основные функции центра острых отравлений, это, естественно, медицинская помощь больным с острым отравлением или подозрением на него, и каналы поступления разные могут быть, допустим, по скорой помощи могут привезти, санитарная авиация, МЧС может доставить отравившихся, служба спасения, самостоятельные люди могут прийти, поликлиника может направить. Также могут быть разные причины отравления, вне зависимости от причин, центр отравления должен оказывать помощь. То есть, причины случайное отравление, преднамеренное, самоубийство, криминальное, в целях алкогольного, наркотического и прочего опьянения и одурманивание, ну и также чрезвычайные ситуации, тоже там авария на производстве может привести к отравлению, теракты и так далее. Ну, если так совсем уже, значит, жестко, то по МКБ-10 группы Т-36, Т-65, то есть, если четко уже определять, кому оказывается помощь, то вот эти вот группы по классификации болезней. В том числе, да, оказывается помощь отравившимся наркоманам, это группа Т-40 будет, отравившимся, значит, психостимулирующими средствами группы Т-43, Т-43, 6 амфетамина, обычно. Ну, и детоксикация больным с отравлением этанолом, то есть, этиловым спиртом, это будет группа Т-51. Ну, вот основные у нас, вот, наркоманы, токсикоманы и алкаши основные пациенты этих всех отделений. Центр этот осуществляет стационарное лечение вплоть до соматического выздоровления пациента. Если у них есть осложнения, там, по типу ожог желудка, поражение головного мозга, обострение психического заболевания, которые сплошь и рядом у алкашей бывают, то переводят в соответствующую больницу, по типу, там, психиатрической. Ну, также они консультировать должны, как лечебно-профилактические отделения, так и просто население консультировать по вот этим всем вопросам отравлений. Ну, также они ведут пропаганду, естественно, профилактику, когда у них время есть, в основном они алкашей откачивают. Желательно, вот, согласно рекомендациям этого национального руководства по медицинской токсикологии в каждом административном центре каждого субъекта федерации, чтобы был центр острых отравлений. Также в каждом городе с населением больше 500 тысяч человек, а в административных центрах с населением полтора миллиона и более, лучше несколько. И уже в некоторых есть, допустим, в Москве три токсикологических центра на 12-й год, в Екатеринбурге два токсикологических центра и так далее. То есть, лучше примерно на 500 тысяч населения по одному центру, короче, как я понял, по их рассуждениям. Центр функции выполняет в пределах того субъекта РФ, где он организован. Но в настоящее время не все субъекты имеют, у нас много бедных. У меня тут есть полный обзор на канале всех субъектов РФ, очень разные они по, даже по возможностям. Там, допустим, Тува, точно плохо там все, то есть, бедная республика, там Хакасия и так далее, там, скорее всего, нету этих центров. Ну вот, значит, детям до 15 лет делают центры в составе детской больницы. То есть, в принципе, центры в составе детской больницы, по тому же принципу, как для взрослых, но обычно там нет информационно-консультативного подразделения, то, что детей не консультируют по отравлению, а консультируют взрослых. Но в то же время, это значит пожелание, на самом деле детское отделение только в Москве есть одно, вот пишут. Ну, на 12-й год, может быть, с тех пор уже открыли. Вот. В то же время, количество отравлений у детей это 20% от общего числа острых химических отравлений. Дети экспериментируют все время со всем, что видят, и часто, да, травятся лекарствами, которые просто они для эксперимента в рот тащат. Ну, поэтому рекомендуют все-таки выделять, значит, для оказания токсикологической помощи какие-то детские больницы, потому что там нужно специальное оборудование и для диагностики, и для лечения. Ну, консультативная помощь детям до 15 лет оказывается во взрослые просто. То есть, в детскую не помещают консультативный центр, но можно по отравлению детей консультироваться в взрослом токсикологическом центре. Специалист, который центр возглавляет, должен иметь подготовку по специальности токсикология, стаж работы по данной специальности не менее 5 лет. Ну, в ряде регионов серьезная токсикологическая ситуация, поэтому кое-где желательно дополнительное подразделение как отделение острых отравлений организовать. На территории субъекта РФ, который большой площадь занимает, крупные города имеют, можно создать межрайонный центр острых отравлений, что сделает доступной специализированной помощи. Ну, в городах, где 2 миллиона жителей и более, 2-3 центра, например, Москва, в которой 3 центра, надо этот опыт на все города распространить, тут пишут. Основные подразделения центра по отравлениям это приемное отделение, отделение реанимации 6-12 коек, палата на 25 коек, информационно-консультативное отделение и химико-таксиологическая лаборатория. Ну, в городах от 500 тысяч до миллиона сокращенные, допустим, без информационного центра может быть. То есть, может быть сокращенная структура. Прием организуется. Ну, должны быть в помещении для приема смотровые палаты, дополнительно должно быть оснащаться инструментами и принадлежностями для промывания желудка, чтобы сразу на приеме можно было промыть на всякий случай. Наборы для интубации трахеи и трахеотомии, ручной дыхательный аппарат, электровакуумный насос. И надо иметь в виду, что сплошь и рядом поступают больные бухие, там под наркотиками и так далее, или психически больные, или, допустим, с суицидальной наклонностью, типа, отравился и жить не хочу. Поэтому там присутствует обычно врач-психиатр сразу на приеме и должны быть средства для фиксации этого придурка, чтобы он там не мешал его лечить. Но в приемном сразу имеются основные все медицинские препараты, чтобы, допустим, промывание желудка можно сразу в приемной сделать, потому что там все-таки острые случаи. Там лежит, естественно, налоксон, если наркомана притащат, то первый налоксон вводит. Атропин, попаверин, ножпа, основные спазмолитики, диметрол, супрастин, быстро снять воспаление спазма. Анальгин, баралгин, налоксон, это против опятов, анексат, аминостегмин, это основной набор, который лежит в этом отделении. Ну и естественно активированный уголь или другие средства для сорбента, другие какие-нибудь. Натрия, сульфат, магния, сульфат, вазелин, касторка, это слабительные. Ну вот это примерно набор, который еще где-то так в 19 веке использовался для экстренного лечения отравлений, но не все, но в основном вот такой был набор, кое-что в 20-м конечно придумали. В общем, минимальный набор сразу лежит в приемной палате. Надо иметь в виду, что под видом отравлений скорая помощь может других чуваков прислать, поэтому иногда быстрые проводятся диагностические обследования, чтобы определить, что может быть это вообще не отравление и направить куда-нибудь другое место. В принципе, желательно иметь диагностическую палату, куда кладут тех, которые непонятны вообще диагноз, может быть не отравление и там дальше с ним разбираются. Должны присутствовать санитары, которые будут держать разных придурков, которые хотят покончить с собой, уйти из стационара, сумасшедших, пьяных и так далее. Круглосуточный пост врача-психиатра. Ну, в общем, вот так вот. Кроме того, кстати, под видом отравления могут просто психи попадать, которые думают, что они отравились, но с ними все нормально, поэтому на психу оттуда тоже направляются токсикологи постоянно. Дальше, значит, это про приемное отделение. Если нет этого приемного отделения, тогда просто врач-токсиколог принимает. Ну, и все равно ему надо пару санитаров там точно в структуре центра острых отравлений отдельное подразделение ОРИД, это отделение реанимации интенсивной терапии. Там анестезиолог, реаниматолог, токсиколог находится. Ну, показания госпитализации в реанимацию токсикологическую, это дыхание необходимо мониторить, отравление ядами кардиотропного действия, это сразу в реанимацию, это сердечные гликозиды, вот, описанные недавно мною, допустим, наперстянка и ландыш, описанные в курсе лекарственных растений, вообще-то могут и до реанимации там довести при неправильном применении. Адреноблокаторы тоже. Короче, если есть опасность, что сердце остановится сразу в реанимацию. Ну, методы активной детоксикации по типу форсировать, допустим, мочегонный медиурез, тоже в принципе интенсивный, поэтому тоже в реанимацию. Реанимация разворачивается на 6, 9 или 12 коек. Обычно смешанная система размещения коек в реанимационном зале и в палатах интенсивной терапии, планировки по системе круга, полукруга, линии, типичная структура реанимации, реанимационный зал, палаты интенсивной терапии, в том числе изолятор для инфекционных больных, которые случайно могут попасть под видом острого отравления, малая операционная, где экстренную детоксикацию проводят, экспресс-лаборатория, комната для хранения перевязочного материала и прочего всего, что стерилизуется. Аппаратная для хранения аппаратура, аппаратура применяется при анимации, пищеблок, бельевая, санитарные узлы. Там имеется заведующее отделение в реанимации, старшая медсестра, врачи, медсестры, и там есть комнаты для них и всяческие бытовки. Что касается аппаратов, в реанимационном зале делают искусственную вентиляцию легких, вот если сердце отказывает от отравления, значит, и лечение резких нарушений там сердечно-сосудистой деятельности, экзотоксический шок, форсированная диуреза, осуществляется физиохимиогемотерапия, кровь чистят, перегоняют кровь, фармакологическая стимуляция перистальтики кишечника и так далее. Если у него нормализовалось дыхание и кровопрощение, переводят в палату интенсивной терапии, где дальше проводят переливание, там есть симптоматическую терапию. В отделении реанимации должно быть следующее оборудование аппараты для искусственного управляемого дыхания и респираторы, 4 штуки на 6 коек, при кроватные биомониторы для наблюдения за сердечно-сосудистой деятельностью и дыханием, с экстренной сигнализацией, если сердце останавливается или дыхание останавливается. контрольная диагностическая аппаратура электрокардиограф, электроэнцефалограф, фореограф и так далее, лечебная аппаратура по типу ингалятора, ультразвуковые, бронхоскоп, кардиостимулятор, дефибриллятор и прочие аппараты. В реанимации должны все время определять частоту пульса, артериальное давление, центральное венозное давление, объем циркулирующей крови, частоту объема дыхания, газовый состав крови и другие показатели. Должны быть передвижные столики или реанимационные тележки, чтобы немедленно оказывать. И набор лекарственных средств там побольше, конечно, чем в приемном отделении. Всевозможные инфузионные среды по типу натрия-гикарбонат, натрия-хлорид и так далее, изотонические растворы, электролиты, антидоты всевозможные, глюкокортикоиды, диуретики, сердечно-сосудистые средства, адреналин и его антагонисты, центральные аналептики, мышечные релаксанты, в общем, там вообще весь набор полностью по максимуму. В том числе, допустим, там как опиаты есть, так и антагонисты опиатов. Некоторые, наоборот, опиаты вводят, что там у них боль сильная. Седативные средства, всевозможные транквилизаторы, весь набор там имеется в реанимации. Для проведения активных методов детоксикации организма создается малая операционная экстренная детоксикация, которая называется также операционная. И там довольно дорогие всякие аппараты, такие как искусственная почка, все равно должны все быть. Но и в России до сих пор проблема, что невозможно все купить, пишут здесь в национальном руководстве. Ну, в общем, в операционной нужно, чтобы были две искусственные почки, два аппарата, искусственная почка, система очистки воды, аппараты для гемосорбции, перфузионный монитор, плазма фореза, перетониального диализа, аппарат для экстракорпоральной ультрафиолетовой гемотерапии, для экстракорпоральной ЛГТ, МГТ, для кишечного лаважа, ну и в общем вот этими самыми аппаратами они лечат, собственно, эта операция называется. Ну вот, в качестве перспективного средства указывается тут аппарат для низкопоточной веновенозной гемофильтрации типа призма. Ну, в общем, более подробно про все это позже я расскажу. В общем, с помощью специальных аппаратов они там чистят кровь, вводят вещества и так далее. Этот метод ГД, то есть метод гемодиализа, как правило, они сейчас считают лучшим. В частности, для лечения отравлений метанолом типичных у нас этиленгликолием, дихлорэтаном, соединением метанов, как правило, показан гемодиализ 80% случаев. вот, однако, он дорогой. В общем, в операционной специализированном отделении токсилогической вам должен быть. Так как постоянное нарушение гомеостаза при острых химических отравлениях, то экспресс-лабораторию в реанимации делают, которая минимально имеет оснащение, ну, измеряет основные показатели типа белок, глюкозу, в крови, в моче, приатенин, там, амилаза и так далее. Палаты, в принципе, приближаются по статусу к психиатрическим по оснащению палаты, так как основной контингент психиатрический. там идет, что наркоманы все как психиатрическое считаются, поэтому, в общем, оборудование палат примерно такое же, и, соответственно, и персонал там близкий к этому. ХТЛ важнейшее подразделение, которое, собственно, определяет. ХТЛ экстренно и круглосуточно должно качественно идентифицировать, определять токсиканты крови там и так далее, то есть, чем, собственно, отравился. Имеется большое количество документов, которые регламентируют работу ХТЛ, например, приказ об аналитической диагностике наркотических средств, об утверждении номенклатуры клинических лабораторных исследований, также закон о наркотических средствах и психотропных веществах имеется, которому все должно соответствовать там стандарты, заключения и так далее. Хранятся там эти же наркотические вещества тоже в ХТЛ, ну, потому что вот их же надо определять, вот они там хранятся как образцы. Для выполнения функций в штате ХТЛ должен быть пост врача клинической лаборатории, должен быть средний персонал, фельдшер, лаборант, медицинский технолог, потом старший лаборант, младший персонал, и в общем, чем больше там в этой ХТЛ работает, тем точнее они определяют. Положение принимается о работе этого ХТЛ, ну, и консультации они могут осуществлять с врачом-токсикологом, в сложных каких-то случаях. Ну, требования, допустим, минимальный набор помещений для этой лаборатории это кабинет материально ответственного лица, где хранятся наркотические вещества, этиловый спирт и прочие всякие реактивы, комната кладовая для неучетных материалов по типу реактивов, расходных, огнеопасные вещества, взрывоопасные, лабораторные производственные помещения для собственных анализов, моечные, помещения для приема биологических проб, для хранения биологических объектов, помещения для отдыха персонала. Ну, в принципе, могут совместить с клиникой биохимической лабораторией некоторые помещения. Ну, должны быть отдельные зоны, где, допустим, осуществляется подготовка проб, выполняется тонкослойная хроматография, один из тоже важнейших методов химического анализа, газохроматографические методы, спектральные методы, аналитическая химия, отдельные вещи, я про ней отдельный курс тоже сделаю. Вот она в первую очередь относится к работе этой ХТЛ, где они определяют. Ну, типичное, что они определяют, это этиловый спирт, который определяется с помощью газового хроматографа, вот такой штуки. Ну, также, допустим, может определять растворители, промышленный яд может определять, потом тонкослойная хроматография должна быть, там и другие всякие средства, потому что ну, не обязательно этанол, короче. Ведется подробная документация, пожалуй, я не буду нормативные акты перечислять, тем более они меняются. Ну, обычно есть направление на химико-токсикологическое исследование, там указано, допустим, время забора проб, перечень веществ подлежащих исследований и так далее. Вот это направление, оно остается в ХТЛ, является документом, на основании которого проводится анализ, ну, и конкретные всякие правила, я думаю, не буду зачитывать, как они там, допустим, маркировки на этих пробах и так далее, это больше к их работе относится, по-моему, это широкой общественности неинтересно. Журнал регистрации у них там должен быть, в который по специальном порядке они записывают все свои исследования. Значит, информационно-консультативная токсикологическая помощь, вот это больше к нам относится, потому что там любой может обратиться, обычный гражданин тоже, имеется в виду, консультируют они, и основным трендом является информатизация. Вот я скоро, не совсем скоро, но к концу года, я сделаю по медицинской информатике, где подробно расскажу, потому что в медицине очень сильный тоже тренд на информатику, и к нам ко всем относятся, потому что одна из задачи именно обеспечить консультирование каждому гражданину качественное с помощью информационных технологий. Ну, так вот, хоть и книжка за 12-й год, но тогда уже да, тогда это все проводилось, и информационно-консультативные центры тоже в России всячески разворачивали. Ну, на 12-й год был один центр в Москве, и четыре подразделения в Башкортостане, Свердловская, Липецкая, Ростовская область, однако требовали развернуть во всех субъектах Российской Федерации, я не знаю, развернули или нет. Консультативные центры, во-первых, они консультируют собственно работников медицинских учреждений, и получается, в принципе, они дают диагноз, допустим, им дают данные, и они могут сказать диагноз, потому что там токсикологи сидят, типа уточнить можно диагноз у них, потому что они специалисты именно по отравлению. Ну, также они, собственно, собирают статистику, выявляют там всяческие формы отравления, динамику, и все такое. Вот анализ небольшой статистики был в предыдущем клипе. Также они осуществляют профилактику, там пропагандируют борьбу с отравлениями, научные функции изучают, все, что происходит и так далее. Ну, основные формы консультации были телефонные в 2012 году, и имелись прямо у них опять же приказ 2005 года, где прямо описывалось, как должна эта консультация телефонная себя происходить. Форма специальная заполняется, карта записи консультации больного с острым отравлением. Обращаться могут либо должностные лица, то есть медицинский персонал, либо частные лица. Поэтому различаются, вот если должностное лицо медицинское обращается, оно должно сообщить свою должность, я там врач такой-то больницы, консультант выясняет в этой больнице, есть ли возможность вообще оказать такую помощь, которая необходима, и там специальные алгоритмы. частное лицо, то там берется с него номер телефона и начинается сразу карточка заполняться. Если он там психует, что характерно для острых отравлений, потому что кто-то там загибается и так далее, то, как правило, ему дают сразу рекомендации по организации неотложной помощи по типу выпейте активированный уголь или еще чего-нибудь, или положите его на кровати, чтобы язык не запал и все такое. То есть если он сразу что-то орет, то сразу лечит, короче. Потом уже выясняют фамилию, имя, отчество, телефон, берут, объясняют, зачем нужен телефон, чтобы потом с ним связаться, направить на кого-то врача и так далее. Но в любом случае консультант должен выяснить, какое все-таки химическое вещество, если это известно. Допустим, если частное лицо обратилось, то видел ли он сам, что там выпил этот придурок. Допустим, частное лицо обращается, кричит, там у меня муж отравился, вот спрашивают, что пил, чем отравился. У врачей более конкретно спрашивают, какой они поставили диагноз, какие у них допустим доказательства, что это отравление, а может не туда позвонили. Ну вот, насколько удалось выяснить разные короче случаи, допустим, лучше всего, когда известно название вещества, доза и как оно попало в организм. Но иногда известно, что короче с какой-то было токсичное вещество, но неизвестно его название. Тогда пытаются объяснить хотя бы целевое назначение, то есть это было лекарство, это была бытовая бытовая химика, какую-то выпил. То есть все равно насколько возможно конкретизирует, что там было, чтобы определить, какая помощь тут рекомендуется. Иногда известно название вещества, но непонятно, пил или не пил, тогда выясняется клинической картины заболевания, вообще было ли отравление. То есть иногда короче известно, что что-то короче там есть ядовитое, но может больной и не употреблял его. Ну и так далее в общем. Там обычно сведения отрывочные при такой консультации. Тем не менее консультант должен все равно определить характер отравления, индивидуальное, групповое, массовое, тип отравления, обстоятельства его, максимально подробную информацию собрать, выяснить состояние жизненно важных функций системы организма даже по телефону. Допустим, если частное лицо, все равно ему сказать какие характерные симптомы, чтобы оно определило наличие характерных симптомов отравления. Ну, значит, лицу без медицинского образования всевозможные наводящие вопросы задают, допустим, отвечает ли отравленный на вопросы, реагирует ли он на болевые раздражения, открывает глаза или не открывает и так далее, дышит или не дышит, вот у неспециалиста спрашивают. Если умеет пульс считать, то предлагают пульс сосчитать. В общем, какую только возможную информацию собирают, особенно учитывая, что обращаются там неграмотные, необразованные, вот тогда в какой-то простой форме пытаются выяснить, допустим, в сознании, не в сознании. Вот. Ну, в общем, если там что-то можно сделать без врача, то сразу говорят это делать. Если нельзя, то да, у кого-нибудь вызывают, консультация заполняет в принципе их диагноз какой они предполагают, степень тяжести отравления, необходимости места госпитализации, куда нужно отправить, необходимость дополнительных консультаций, что какие тут нужно исследования провести. Возможно, консультант дает рекомендации по лечению, необходимость повторной консультации, вот это все расписывают потом в этой самой карточке. Ведется карта записи консультации больного, собственно, не только в консультативном отделе, а в любом случае, в токсикологии, но она имеет специальную структуру, думаю, что нет смысла, опять же, допустим, общая часть там имеется, адрес, телефон, обстоятельства отравления, сведения о яде, содержание ответа консультанта и так далее. Пожалуй, я эту форму все расписывать не буду, опять же, они сами там все это имеют. Информационно-консультативное и текстологическое отделение даже в 12-м году обязательно должно было иметь компьютеры, и сейчас все больше значения компьютеров, потому что они часто по интернету тоже консультируют, или мобильная связь там тоже, в общем, роль компьютеров растет. Ну, в принципе, компьютер, принтер, сканер в 12-м году было, думаю, что сейчас расширили. Уже в 12-м году применялись информационно-поисковые системы, которые я тоже, наверное, подробно характеризовать не буду, я думаю, что сделали новые. Программный комплекс Poison в 2001-м году еще был разработан. Это гипертекстовый компьютерный справочник на CD-ROM, где было 3000 токсических веществ и расположенные в соответствии с МКБ-10. Ну, в принципе, это была просто база данных с поиском, как обычно организованное в Windows, то есть стандартное окно с поиском по справке, типа. Ну, и там были все данные, допустим, какой там яд, клиническая картина отравления, основной механизм действия и так далее. Она работала под 95-м Windows, и это было написано на Fox Pro 6, то есть на основной базе данных 90-х годов, на которой тоже дохрена писал. Думаю, что сейчас совершенно новое, потому что, судя по этому описанию 2012-го года, какая-то архаическая система 90-х стояла у них тогда. Я думаю, что ее давно поменяли, и я сделаю, говорю, медицинскую информатику по самой последней книжке, потому что эти технологии сейчас быстро меняются. Ну, вот, значит, в принципе, эти центры есть, консультации, вот, и как тут сообщают, приводят статистику, эффективность их высокая. Вот, причем они существенно экономят там усилия врачей, спасают многим жизни, часто диагноз подтверждается, примерно на 50% случаев они правильно диагноз ставят по телефону. Вот, это все существенно там все экономит время, потому что часто направляют время не туда всех, они за это время умирают, пока их возят туда-сюда. Ну, в общем, и все с ними. Потом, почему-то он начинает технику безопасности при лечении больных с отравлениями, не совсем понял, как это связано. Ну, в общем, при лечении больных с отравлениями, сами токсические вещества могут воздействовать на медиков, они выделяются из больного через дыхательные пути, с поверхности кожи, с рвотой и так далее. Если групповое отравление, то они могут просто надышать так, что прям персонал отравится. Наиболее опасные в этом плане яды это дихлоретан, анилин и так далее. Опасно проводить искусственное дыхание, потому что медик же дышит этим воздухом, который выдыхает из легких больной, и там яд может отравиться сам. Значит, выделение все больных нужно удалять, так как они ядовитые. Отобранный для анализа материал хранить в закрытой посуде, санитарную обработку провести проточной водой, при промывании желудки должен сам медик быть в маске, в респираторе, одежда может накапливать токсические вещества, например, аммиак, ароматические углеводороды и так далее. И одежду все нужно собрать, в мешки поместить. Сама одежда при, если много таких больных скопилось, каким-то ядом отравленной, которые на одежде, они могут совместно, короче, вот за счет того, что воздух испаряется, они могут отравить медиков. Поэтому одежда вся у них забирается и отправляется на деказацию. Все, короче, они лежат голые и мытые. Вот. Там должна быть все помещения оборудованы вентиляцией, чтобы все это быстро, короче, пробегало. также серьезную опасность для медицинского персонала представляют психи. При отравлениях, сами по себе многие отравления вызывают психические расстройства, кроме того, сплошь и рядом поступают, опять же, наркоманы, отраванувшиеся с психическими нарушениями алкаши. Вот. Поэтому из предела досягаемости для больного нужно убрать банки, бутылки, колющие, режущие предметы, которые больной внезапно может схватить и порезать врачей какими-нибудь там ножами, там ножницами и так далее. Мало ли что психу придет в голову. Да, им должен быть где-то психиатр там близко либо консультировать. При переливании крови возможно заражение вирусным гепатитом, ВИЧ-инфекцией самого врача, так как он контактирует с кровью, поэтому он проводит все это в медицинских перчатках, защитной маске. Всевозможные электрическая аппаратура, которые в основном сейчас и лечат, тоже опасно. Проверяется исправность электропроводки, сетевых шнуров, оголенные электрические розетки, также нужно как-то прятать от больных с психическими расстройствами, оголенные электрические провода, за них эти психи могут хвататься и так далее. В общем, за этим тоже надо следить. Ну, дальше переходит к токсикологическому мониторингу, что-то нет связи, вероятно, разные люди писали. Мониторинг это собирают статистическую отчетность. Думаю, что про это тоже сильно не надо, тем более статистику я анализировал, я думаю, что показатели этой отчетности не нужны. Ну, вот наиболее важное это использование МКБ-10, он пишет. Значит, распространенная ошибка, что пишут не по МКБ-10, а пишут, что попало, короче, и невозможно, короче, определить, чем же, собственно, отравился, вот на что тут жалуются. В национальном руководстве пишут, допустим, отравление медикаментами, непонятно какими, отравление алкоголем и суррогатами, непонятно каким, отравление неизвестным ядом, часто пишут, короче, медицинские работники, прям вот средний медперсонал не знает, каким ядом, и все время пишут, отравление неизвестным ядом, это ничего не говорит абсолютно. Ну и ставят чаще, чем, то есть часто могут определить примерно каким ядом, все равно пишут неизвестным ядом. Отравление суррогатами алкоголя тоже непонятный диагноз, тем более часто он ставится в случае, допустим, хронической алкогольной интоксикации, могут написать отравление суррогатами алкоголя, инфекция, могут внезапно написать, что отравился суррогатами алкоголя и так далее. Вообще суррогат алкоголя размытая тема, вот так тут написано, короче. Ну в общем, МКБ-10, МКБ-10 это справочник, в котором все болезни перечислены по нормальной номенклатуре, которую все врачи понимают по четкой. МКБ из трех томов состоит, первый том основная классификация, второй том инструкции по применению МКБ, третий том алфавитный указатель. Отравление находится МКБ-10 том 1 часть 2 рубрики Т-36 Т-65 Это как раз в стандартном издании страницы 325-344. Вот это как раз то, что лечит токсикологию. Т-36 Т-65 остальное не лечит. Вот там четырехзначная система, которая четко позволяет определить, что там именно случилось. Ну и наиболее типичное допустим спирт Т-51 там допустим Т-40 это наркотики и психодизлептики, то есть галлюциногены. Вот там основные всякие группы. Алфавитный указатель также нужно смотреть, потому что очень много токсических веществ, и на самом деле не факт, что там именно суррогат алкоголя, которые обычно пишут. Также желательно смотреть справочники типа Видаль. лекарственные средства, то есть справочник Видаль. лекарственных средств такой самый большой он все время обновляется и до сих пор до 2024 году он есть каждый год новый. Сайты интернета рекомендуется официальные, конечно, в которых официальное описание этих лекарств, таблицы лекарственных средств и так далее. Но подробно я не буду про классификатор тут рассказывать про классификатор тем более позже я буду про каждую все равно форму говорить и там видимо классификация буду приводить. Так ну и вот да вот все про организацию много получилось но вот как бы тема такая обширная зато примерно теперь понятно как сама система токсикологии у них устроена.